Приветствую вас. Я думаю, что ответ моего коллеги Кудрячева Игоря Леонидовича является наиболее корректным, наиболее полным, и вам нужно прислушаться к нему. Своей стороны, я полагаю, что у вас есть определенные сомнения, сомнения и по поводу своей ценности, и по поводу своих интересов, и по поводу требований к человеку. Вот. И эти сомнения, как и любые, в принципе, сомнения, состоят из противоречий, состоят из конфликтов внутренних, которые вам нужно разрешить. Зачастую из-за страхов, страхов, из-за опасений и так далее. Вообще, несколько ваша направленность, вот, в проблеме смущает, потому как вы хотите требовать от мужа своего что-то прекратить, при том, что в интимном плане вы его не привлекаете на данный момент. И это, конечно, очень показательно, что, как бы, не думаете вы о человеке, не думайте вы о нем. Вы можете сказать, да, он обо мне тоже не думает. Все верно. Но проблему решаете вы. Вы хотите решить проблему. И, соответственно, как бы, вам и нужно посмотреть, а могу ли я сейчас привлечь своего мужа сексуально. Если я не могу его привлечь сексуально, то хоть требую, хоть не требую, ну, не будет с этой женщиной, будет с кем-то другой. Вот. Так это уже проигрышная позиция. Вот. А здесь анализ вашего взаимодействия, анализ вашего поведения, в том числе и сексуального. Вот. И еще разные нюансы. Все это можно проработать с вами. Следующее. Вот. Есть чувство, что вы себя, как бы, позволяете обесценивать. Есть чувство, что вы себе не доверяете. Ведь дело-то не в переписках, а в доверии между вами и мужем вашим. Доверия нет. Доверия нет. Вы говорили, что пережили измену. Вероятно, да. Измену вы пережили. Но доверять мы уже не стали. Причины измены, скорее всего, не проработали. Ну, соответственно, стоит в какой-то ситуации возникнуть, она возникла. Ну, и возвращается на круги своя, а именно на попытку контрола. Вообще, ваша тенденция к контролю, вот что-то требовать, вот это все, да, она может проявляться не только в данной ситуации, но еще и в других ситуациях тоже, где муж чувствует, что вы не привлекаете его сексуально. И не внешне, здесь речь не про внешнюю сторону, а именно про поведение, если вы ведете себя именно как жена, как супруга. Так, что мужу не нравится, что не соответствует его составляющий мужчина, ну, например, вот как описал коллега, если мужчина с вами чувствует себя ребенком, то, соответственно, вы для него родители. Ну, а родители не спят, здесь все достаточно просто. Вот, поэтому тенденция к контролю вызывает, опять же, вопрос недоверия, вопрос тревожности относительно себя и вопрос компенсации за некую свою жертвенность, в том числе ради мужа. То есть, вот вы говорите, что у вас интимная жизнь сошла на нет после, сразу после брака, вы полгода бьете тревогу. Ну, как бы тут не тревогу бить нужно, понимаете, тут нужно действовать. То есть, не хочет человек решать проблему свою. Это его выбор, это его ответственность. Ну, он вправе с ней, то бишь, с ответственностью столкнуться и увидеть, к чему это приводит. А привести это может только к тому, чтобы вырастали, ну, не обязаны женщина терпеть отсутствие интимной жизни, например. Или вы можете начать общаться с другими мужчинами с вами. То есть, понимаете, вот привести себя в этой ситуации как женщина, вот. Но не полгода мучатся, понимаете, какая штука. Что? А мучается кто? Либо родитель, который, вот, ребёнка считают несмышлённым, надеются его там перевоспитать и так далее. Что вы делаете? Говорят, что хочу вместе к психологу пойти. При том, что муч не хочет его всё устраивать. Либо созависимый человек. Вот. Ни тот, ни другой, не является сексуально привлекательным. К сожалению. Ну, там, за некоторыми исключениями. И справа. Вот и всё. Вот она тенденция. Отсутствие у вас женственности. Женская, точнее, модель поведения не женственности, неправильно сказал. Женская модель поведения. Вот. Такой, которая бы соответствовала мужскому поведению вашего мужа. Вот. То есть, вы любите секс? Прекрасно. Что вы его любите. А вы можете его любить сколько угодно. Только... Мужчина, себя мужчина с вами не чувствует. Вот. Вы говорите, что у вас добрая каблона страсть. Это очень здорово, что она была. Но, опять же, момент здесь такой, что всё могло строиться на завоевании. То есть, если вы позиционировали себя в отношениях, как женщину, которой нужно завоевать, то мужчина вас завоевал, всё. Желание пропало. Вот. Если у вас было недостаточно межличностного взаимодействия, недостаточно общих интересов, общего и всего такого, то это тоже влияет на интимную сферу в том числе. Вот. Подпитывать просто сексуальную активность в данном случае проблематично немного. Вот. Такая вот история. И ваш вопрос в моих неграницах требовать от мужа что-то, это желание себя защитить. Желание понятное, желание правомерное. Я имею ввиду себя защитить и обезопасить, но только не через мужа. Как я понял, пока детей у вас ещё нет, если я вот не ошибаюсь, значит, ну да. Вроде бы про детей вы ничего не писали. Вот. То, что три года вместе, если брак угодно. Детей у вас нет, соответственно, свободу вам определённую даёт. Вот. Так что, необходимо учиться защищаться самостоятельно без мужа. Вот. Находим посмотреть, где есть проблемные моменты в жизни ваши, где есть проблемные моменты в контексте взаимоотношения с мужем. Соотносить это с тем, что вам представляется естественным, что вам хочется на самом деле. Вот. И вообще, исходя из этого, работать. Вот. А пока что получается некая странная история, что вам, интернет-подруга мужа, кидают ссылку на закрытую группу, где ваш муж общается с этой же самой подругой. Ну, честно говоря, выглядит как провокация. То есть, ну, вот, вы извините, конечно, но выглядит это как провокация. Просто как желание вас позвить. Вот. Ну, не поступает так. Женщины, которые, там, действительно хотят вот с мужчиной каких-то отношений, ну, не поступают. Вот. Плюс еще здесь есть специфика интернет-общения. И специфика интернет-общения, она, боюсь, вам либо не знакома, либо вы как-то вот к этому относитесь немножечко скептически. Потому что интернет-общение пришлось, что люди очень редко, крайне редко не, значит, ну, не остаются вот в тех границах, в которых они свое общение начинают. Вот. Интуитивно мне кажется, мне видится, что ваш муж именно такой человек. Вот. И здесь достаточно, ну, непроясненный момент. Вот. Непроясненный момент, а, заключается в том, что вы сомневаетесь, вот, говорите, что в моих или границах что-то требовать. Понимаете, а, здесь какая штука? Вы можете требовать к себе внимания, да, вы можете требовать внимания, ласки, заботы, секса можете требовать. Что еще такой вот достаточно важный момент, на мой взгляд, не проработанный. А, значит, допустим, муж не хочет, значит, заниматься с вами любовью. Вот. Но вы-то свои потребности имеете и, соответственно, имеете полное право требовать от мужа их удовлетворения. Не обязательно классическим способом, если для вас это не принципиально. И все. Ну, не хочет больше секса, но на здоровье вы-то почему должны страдать. Так что, этот вопрос, опять же, повторюсь, из вашего межличностного взаимодействия, вашей гибкости и, так сказать, творческого подхода к этому. Так вот, вы имеете право все это требовать. Но, как бы, вплоть до откровенного обесценивания вас. К примеру, вот вам такой момент, да, такой момент. Муж флиртует по интернету с девочкой, да. Знаете, одно дело, если вас это задевает и вы хотите вот потребовать прекратить, это ваша проблема. Это проблема того, как вы это воспринимаете, как это на вас влияет, самооценки, страха может быть и так далее. Другое дело, если вас это не задевает, прям, то есть вы не ощущаете, что вам неприятно, вы знаете о себе цену, знаете, что вы привлекательны, знаете, что вы достойны, что вы ценны. Ну, вот ваши ценности, они таковы, что для вас это неприемлемо, неприемлемо такое. Ну, соответственно, вы в этом случае можете поставить музею известно, что если он будет продолжаться в таком среду, то вы там припримите меры. Важно это дифференцировать, знаете, и не решать свои проблемы за счет другого человека. Оставить человека в известности относительно своих ценностей, которые у вас есть. Вот, разрешите еще привести такой пример. Предположим, вы видите, как на улице, когда вы по ней идете, дерутся два человека. Просто дерутся. Не важно, мужчина, женщина, двое мужчин, двое женщин, дети, не важно. Вот кто-нибудь дерется. Вот какую пару вы людей постараетесь разнять? Или в полицию позвоните. Вот какую пару? Мужину с мужчиной выйти разнимать? Женщина с женщиной, мужчина с женщиной, детей, например. Вас это прямо не задевает, как правило. Вы можете определить, задевает вас это или нет, прямо. По степени своей реакции. Если вы реагируете очень сильно и долго по времени, вас это задело, это ваша проблема. Какая-то непроработанная история из прошлого. Но если у вас это задело не сильно, а вы просто понимаете, что так нельзя, что нет, это, я так не хочу, то это абсолютно нормальная реакция. И, соответственно, вы можете еще таких вот историй накидать, да, где вот есть, как бы, ну, такие вот цены. И вот примерно в таком ключе вам нужно поступать в эту ситуацию. По факту. Ну, примерно так. Я могу вам ответить на вопрос. На вопрос. На ваш, извините, на вопрос. Теперь я еще раз, сейчас их, значит, прочту, чтобы вам ответить. Ну, более, значит, так. В маленькой границе просить доказать нет, они действительно просто друзья, или просить прекратить общение такого характера, потому что, мне кажется, это негативно влияет на отношения, уж точно мое эмоциональное состояние. Нет. Не ваши границы. Прямо все это нарушение личных границ другого человека, плюс это перекладывание ответственности за свои проблемы на другого человека, с одной стороны. С другой стороны, у вас есть сомнения. Это первое. И второй момент, это то, что ваша интенция, ваше желание, вот такое сделать, оно адекватно, но это нужно сделать корректно, без ущемления и нарушения прав и границ другого человека. Ну, и начнем с того, что доказать, что непросто друзья невозможно. Вы либо доверяете себе и верите человеку, либо вы так же доверяете себе и понимаете, что человек врет, ну, как будто это не дружба, да, вот. Либо вы, там, соотносите свои представления о дружбе с той дружбой, которая есть у вашего мужа и понимаете, что его представления о дружбе вы не примете, соответственно, делаете вывод, что это не дружба и ведете себя так, как будто это не дружба, да, вот. Либо вы, соответственно, стараетесь переложить всю эту ответственность за свой выбор на него, тем самым становясь зависимой и еще менее привлекательной. Ну, по поводу того, что это влияет на ваше эмоциональное состояние, я полагаю, здесь все очевидно. Ваше эмоциональное состояние не зависит от того, что происходит. Дальше. Эм, так. Значит. Я не представляю возможным работать над отношениями, когда вижу себе проблемами эту картину. Эм, так. Значит. Я занимаюсь просто работаю у партнера, за который идет куда-то очень удобно устроиться. Тут очень удобно устроиться, вы правы, но это проблема вашей самооценки и уж точно рвать и метать что-то здесь не лучший вариант. Здесь нужно постепенно, последовательно и твердо. Поэтому работать вам не исключительно с самой собой, Татьяна. Вот. А, поработав с собой, и мучь ваш изменится в ту сторону, в которой изменитесь вы. Другое дело, что вам нужно достаточно говорить, что не всегда эта сторона позитивная. Сейчас у вас есть проблемы в отношениях. Другой момент, что мне кажется, вы несколько хитрите, когда говорите, что я не готов работать над отношениями, а когда вижу картину такую, действует вопрос, вы как это собираетесь вот именно субъективно делать. То есть, субъективно вам работать над собой. В какой-то степени, да, вы работаете вместе, но субъективно вам работать над собой нужно. В любом случае, так или иначе. Так что давайте постараемся не путать, наверное, одно с другим. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok